Приветствую вас, Олеся. Я думаю, что есть несколько ключевых моментов в вашей истории. Первый момент. Это слишком серьезное восприятие того, что машина зовет вас на свидание. То есть вы говорите, я откладываю все дела, я освобождаю время для встречи с ним и специально ничего не планирую. Это ошибка, потому что вы не умеете распространяться своим временем. Это не работа, это не какая-то обязательная история, это по сути различение, это сфера человеческих взаимодействий, это сфера досуга, проведения досуга. И мне думают, что сфера проведения досуга всегда нужно планировать двойным, а то и тройным дном. Соответственно, не получилось. Парни будут делать это еще. Почему вы поступаете так, как вы поступаете, для меня загадка. Ну, не умение распрощаться с собственным временем, не умение переключаться на другое, на другое резко, быстро и так далее. Я бы сказал, что здесь у вас есть какая-то прямолинейность, тоннельность в плане использования своего времени, плюс излишнее планирование. Ну, не любите вы, когда планы ваши нарушаются. Это вот тоже такой вот упор на интеллект, а не на эмоциональный, не на цифру. Да, то есть человек, он не пришел, не пришел, что я бы сделал вот в этом случае. Вот. Не хватает вам гибкости, с этой можно поработать. Следующий момент. Как вы говорите. Мне не нравится, что меня динамик. Ммм... Ну, во-первых, вас это задевает. То есть вы почему-то... Точнее, я знаю почему, но... Хочу спросить вас. Вы воспринимаете... Эмм... Что... Что парень не пришел... На свидание. А как личное оскорбление? С чем это связано? Как вас это задевает? По какой причине вы считаете, что это динамо? Вопрос. Ну, очевидно, что у вас есть проблемы с самооценкой и с представлениями о себе. Раз вас это задевает, вы не понимаете, относится к этому как... Ну, к определенному образу жизненной шины. Который он, в общем-то, не регулирует. Ну, он не может, в самом деле, отказаться от задержек на работе. Кто вообще останется без работы? Да? Вот. И здесь мы подходим к третьему моменту. Последнему, который я хочу раскрыть. Это... Эм... Такой момент, что вы либо принимаете мужчину, с его такими особенностями, либо нет. То есть... Не нравится вам его... Его... Образ жизни. Как он работает. Не нравится, как мужчина выстраивает свою жизнь. Просто, извини, ты мне не подходишь. Все. Вы же такое ощущение, что и выбор сделать не можете, и... Как бы, для себя решить что-то тоже. И отпустить человека так же не может. Еще очень важный момент. Вы пишете, что... Я никогда первое не пишу, не звоню. На свидание зовет он. А... И... Я, в общем, не проявляю инициативу. Инициатива познакомиться была тоже от него. У меня вопрос. Для чего вы это написали? По поводу инициативы. То есть, есть ошибки, что у вас проблема с сознанием собственной ценности. Есть ошибки, что вам кажется, что... Если вы первое нам пишите, если вы как-то вот инициативу проявите, то... Вы себя обеццените. Это вот тоже такая достаточно серьезная проблема, которая может более полно себя проявить уже при взаимодействии с другими мужчинами, если с этим ничего не получится. Вот. Поэтому вопрос не вопрос инициативы, вопрос стандальности. Я тоже предлагаю проработать, чтобы сделать вас как-то более свободным, что ли... Как-то более... Фонтальный, более импульсивный. Вот. В хорошем смысле этого слова. А то, что слишком вы полагаетесь на какой-то... На какой-то рекламе, на планирование, и на контроль, и раздражение, Ваше связано с тем, что... Когда сейчас что-то идёт не по плану, вы просто не знаете, чем себя занять. Вот. Но это связано с тем, что вы находитесь... Находитесь... В отрыве от своих чувств. Вот примерно с этой историей и нужно работать. Ну, понятно, там были глубокие проблемы, как вы пришли к контролю. Эээ... Почему вы находитесь в отрыве от своих чувств, да? И как этот отрыв... Эээ... Сократить, ликвидировать. Чтоб вы были более гармоничны, более гибки, и... Никогда, в общем-то, о себе не забывались. Вот. А то здесь получается такая история, что вы вроде как проявляете равнодушие к... 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 Ну... Допустим... К... 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 К мужчине вы проявляете равнодушие, да? А вот. А вот. Но при этом, когда он зашёт вам свидание, вы ради него, вы по сути в нём распоряетесь. Вот. 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 Это такие вот... Эээ... Такие вот крайности, которые ничего хорошего для ваших отношений не дадут. Вот. Эээ... Такая вот история. На этом всё. Надеюсь, что помог. Обращайтесь. Если будет желание, можно обратиться вместе с молодым человеком. Разберёмся. Поможем. Эээ... Всё будет хорошо. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом.